Всем привет, дорогие друзья! С вами Ревос! В данном, дорогие мои друзья, видеоролике мы с вами на протяжении одного целого часа проработаем на новом кастомном самолёте. Данный самолёт мы купим за Азэкоины, стоимость которого 35 тысяч донат монет. В данном видеоролике мы с вами узнаем, сколько можно будет зарабатывать на работе пилота, используя свой личный кастомный самолёт. Перед просмотром данного видеоролика, дорогой мой друг, не забудь поставить ему лайк, ну а также подписаться на мой канал, если же ты ещё не подписан. Всем желаю приятного просмотра! И прямо сейчас, дорогие друзья, хочу вам порекомендовать очень хорошую группу Arizona Hot. В данной группе вы всегда увидите самые актуальные новости по нашему всеми любимому проекту Arizona RP. Помимо этого, данная группа очень полезная, ведь написав личные сообщения данной группы, перейдя в диалог с сообществом, вы сможете здесь воспользоваться очень многими полезными плюшками, которые помогут как новичкам данной игры, так и опытным игрокам. Ссылка на группу будет в описании. Ну что ж, давайте, короче, не будем тянуть время, сразу заходим в донаты. Далее нажимаем заказать, карбай, и давайте смотрим. Всего здесь в донате есть три вида самолётов. Все они стоят одинаково, по 35 тысяч донат монет. Самолёт называется Luxor Deluxe. Давайте его, короче, покупаем, всё. Минус 35 тысяч донат монет, улетело. Так, внутри вот он у нас, ребята, появился. Давайте глянем, всё, всё чётенько. Вы должны стоять без машины на автобазаре. Интересно будет посмотреть, как мы это сейчас на автобазаре будем активировать. Ну, давайте попробуем. Нажимаем use, всё. Вот такой вот, ребята, огромный просто самолёт. Давайте в него сразу садимся. Так, забираемся. Вот я телепортировался на заброшенный аэропорт, чтобы проверить данный самолёт. Ну, слушайте, крутится он довольно-таки легко. И очень сильно напоминает самолёт Шамал. Скорее всего, это он и есть, это просто вот его такая заминка. Ну, давайте опробуем этого дьявола в действии. Разгоняется он довольно-таки быстро. Взлетаем. Да, всё, то есть чётенько. Для работы пилотом вообще идеальный вариант. Сейчас теперь по-хорошему, давайте отправляемся к центру занятостей, где мы устроимся на работу пилота. Кто, ребята, не знает, на данный момент это самая топовая работа, которая только есть на Аризоне. Мне вот теперь интересно будет узнать, как это всё будет работать. Как будет проходить рейсы на своём личном самолёте. Работа пилота. Идём туда. Теперь нам нужно само собой переодеться. Вы хотите заступить на смену? Да. Проходим быстренько медкомиссию. Показываем градусник. Всё, у вас всё в порядке. Можно получать рейсы. Медкомиссию мы по итогу всё прошли. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Касса, нажимаем Alt. Вот, частный самолёт. Допустим, давайте вот выбираем. Всё, формирование документов. Я так понимаю, нам не обязательно привозить сюда на работу наш личный самолёт. Просто необходимо, чтобы он у нас был. И всё. Так, всё. Сейчас у нас время 11.33. Будем считать то, что 3 минуты назад мы начали. Лол. Я не знаю, что это за баг, но что вы понимали, где мы оставили самолёт, там мы в принципе и появились. В общем, коротко говоря, где свой личный кастомный самолёт вы оставляете, там потом при взятии рейса вы и появитесь. Так, давай сейчас потихоньку делаем посадку, разворачиваемся и начинаем здесь работу. Разворачивать самолёт довольно-таки легко, летать на него вообще нет никаких проблем. Давайте, короче, взлетаем. Прилетели мы очень быстро, так главное сейчас не столкнуться с этим самолётом. Делаем максимально аккуратную посадочку. Это всё, боже мой, весь рейс закончен. Если, работая на обычных самолётах, вам ещё нужно тут наворачивать круги, пригонять их, высаживать пассажиров, то здесь вы просто взяли рейс, прилетели и в принципе всё. За выполнение данного рейса нам суммарно дали 400 тысяч. Один рейс, 400 косарей. Это на самом деле очень жёстко. Закрываем наш личный самолёт и давайте сейчас пройдём к входу в аэропорт города Лос-Вентурас. Вот, в принципе, вход в аэропорт города Лос-Вентурас. Давайте сейчас быстренько возьмём новый рейс. Так, вот мы зашли, бежим вот сюда, работа пилота. Ещё, знаете, ребят, что хорошо? Тут стоят три человека, у которых нету самолёта. Тут единственный самолёт это Невада, а никто не любит на нём летать, потому что он мега неуправляемый. Но в нашей ситуации мы можем просто взять и использовать наш самолёт. И в отличие от этих пилотов, которые ждут нормальные самолёты, нам же ничего ждать не придётся. Так, идём, короче, на следующий рейс. Лос-Вентурас-Сан-Фьера. Погнали. Так, вот мы, короче, сразу появились в нашем самолёте, где мы, в принципе, его и оставили. Давайте начинаем наш взлёт. Можем, в принципе, вот сразу лететь. Метку взяли и сразу вот полетели. Давайте взлетаем и погнали. Интересно ещё, вот какой шанс выпадения ларьца-пилота. На самом деле, это очень сейчас жёсткие ларьцы, в плане того, что их можно очень дорого продавать. По 2-3 миллиона игроки их просто вот реально пылесосят. Капец, просто меньше, чем за 1 минуту мы прилетаем из города Лос-Вентурас-Сан-Фьера. Берём здесь метку, всё, ещё один рейс мы закончили. Но пока что ещё ни одного кейса нам не выдали. Вот там вот вход в аэропорт, собственно. Но вот как нам туда вот попасть максимально быстро, я этого пока что вот не особо знаю. Давайте здесь заглушим двигатель, выйдем из самолёта, может быть тут как-то можно пройти. А, ну, в принципе, ничего сложного, просто подняться на этот мост. Единственное, что приходится вот делать, это вот много бегать, чтобы добраться до входа. Суммарно 800 тысяч мы уже заработали, и это довольно-таки круто. Выполняем третий рейс, ни одного ларьца, к сожалению, мы ещё вот не получили. Так, самолёт мы взяли, ну и давайте погнали. Ух ты, ё-моё, ё-моё, это опасно! Ещё бы чуть-чуть, и мы бы с этим самолётом жёстко взорвались бы, что он, что я. В основном пока что всё рабочее время уходит на беготню, ну а также на составление формирования нового рейса. Дайте же вы уже, наконец-таки, ларец. Заворачиваем чётко в круг, оттормаживаемся, и, в принципе, всё. Так, мы сделали ещё один рейс, но ни одного ларьца нам ещё, блин, чё-то почему-то не дали. Так, заканчиваем ещё один рейс, и... бах! Нет, нам снова, к сожалению, ничего не дали. Небольшой лайфхак, если вы не рукожопы, паркуйтесь вот здесь вот, на этой крыше. Далее всё, что вам нужно, просто легонечко здесь спрыгнуть, потеряв немного хп. Но зато вот сразу сможете упасть в аэропорт. Касаемо самых главных таких плюсов, имейте вот такой вот личный частный самолёт. Первое, повышенные зарплаты. Второе, насколько я знаю, повышенный шанс упадения ларьцов пилота. Третье, экономия времени. Вам никогда не нужно будет быть в очереди. Четвёртое, вы сможете летать в город Вайсити, используя свой вот такой вот частный самолёт. Также без каких-либо очередей. Так, давайте залетаем вот сюда, и делаем посадку. Заканчиваем пятый рейс. Да хоть сейчас дайте нам, наконец-таки, уже этот ларьет. Всё, ещё один рейс мы закончили, но ничего нам до сих пор ещё и не выдали. Ни одного ларьца. Нас сейчас отправляет в город Лос-Антос. Делаем посадочку. Опа! Вам был добавлен предмет ларьц-пилота. Давайте посмотрим. Во! Вот таким вот образом он выглядит, вот такой вот огромный просто шкаф ларьц-пилота. Вот эти самолёты. Ну, судя по тому, как выпадает, шанс, конечно, просто мега маленький. Теперь давайте подумаем, как здесь можно перебраться вот за ту сторону. Я, короче, пролетел всю данную территорию, и ничего здесь попросту не нашёл. Ни одного варианта, как вот перебраться и взять новый рейс. По-хорошему, разработчиков нужно срочно просить, чтобы они сделали какой-то переход. А иначе я и понять не могу, как туда добраться. Ну, в принципе, есть один вариант событий. Нам нужно запрыгнуть на крыло этого самолёта. То есть, вот вы сможете это сделать. Далее вам нужно будет перепрыгнуть вот сюда. Далее забраться вот сюда. И вот здесь просто перебежать данный забор. Это вот пока что, к сожалению, вот такой вот единственный вариант. Будем, так сказать, ждать скорейшего обновления от разработчиков. Так, всё, рейс мы оформили. Погнали выполнять. Было бы неплохо за час нашей работы выбить ещё к минимуму один ларец. Заканчиваем наш седьмой рейс. Сразу давайте вот так вот выворачиваем наш самолёт, чтобы вот зайти в тот поворот. Всё, ещё один рейс, парни, мы закончили. Оставляем здесь наш самолёт и отправляемся за новым рейсом. Так, заканчиваем восьмой рейс и вангуем выпадение нового кейса. Да, нам дали ещё один ларец пилота. Отлично. За восемь рейсов мы пока что заработали три миллиона, ну а также выбили два лареца пилота. Отправляемся на девятый рейс. Заканчиваем выполнение девятого рейса и забираем очередные халявные четыреста тысяч. Подъезжаем вот сюда и давайте пробуем опять забраться на эту фиговину. Забираемся на крыло, далее на наш личный самолёт и уже запрыгиваем вот сюда. Вот таким вот образом снова вот перебираемся на ту часть аэропорта. Так, новый рейс мы взяли. Выполняем десятый рейс. Заканчиваем выполнение десятого рейса. Десятый рейс мы окончили, кейса нам сейчас не дали. Оставляем здесь наш самолёт и отправляемся за следующим рейсом. Так, выберите самолёт, частный самолёт. Документы на одиннадцатый рейс мы подготовили и давайте отправляемся. Заканчиваем выполнение уже одиннадцатого рейса. По времени у нас до полного часа ещё более десяти минут. Одиннадцатый рейс подходит к отцу, всё. Ларца нам сейчас тоже не дали. Думаю ещё рейсы два-три мы точно по идее должны успеть сделать. Так, отправляемся выполнять двенадцатый рейс. Заканчиваем потихоньку данный рейс. Опять, к сожалению, нам ничего не дали. Как песту народу, ё-моё. Используем наш частный самолёт. Из-за того, что, короче, то, что сервак мега жёстко лагает, я думаю, у вас это видно. Вот эта полоска формирования документов набирается просто мега долго. Выполняем, короче, парни, последний тринадцатый рейс. Имейте в виду, то, что за час можно спокойно делать и по пятнадцать, и шестнадцать, я думаю, рейсов можно успеть сделать. Работая на личном самолёте, сервак будет работать чётко, если будете быстро перемещаться и брать новые рейсы. Ну и давайте, дорогие друзья, подведём небольшой итог. Работая на личном самолёте, чисто деньгами мы смогли получить пять миллионов, две с половиной просто так, ещё сверху две с половиной, за счёт того, что мы состоим в прокаченной семье. Ну а также два ларца-пилота, которые на данный момент мы также сможем продать, по крайней мере, на нашем сервере, где-то по два с половиной миллиона. Суммарно, проработав один час на данной работе, можно зарабатывать от десяти миллионов за один бэйдэй, имея вот такой вот свой личный самолёт. Вот, адекватный ли это заработок или нет, вы можете написать в комментарии данного видеоролика. Имейте, парни, в виду, что зарабатывать здесь можно гораздо больше, так мы чекали кучу нюансов. Ну а также, то есть, ещё раз повторяюсь, были лаги на сервере, из-за которых была долгая загрузка в аэропорту. В общем, парни, если данный ролик был вам полезен, я думаю, вы не забудете поставить ему лайк, ну и, само собой, подписаться на мой канал, если же вы ещё не подписаны. Касаемо того, что будет с этим самолётом, я его подарю своему другу, Луису Кубу, игроку, который на этом сервере имеет более десяти тысяч выполненных рейсов. Как самому легендарному пилоту, топ-1 на этом сервере, по крайней мере, мы и подарим данный самолёт. На этом, в общем, всё. Всем большое спасибо за просмотр. Всем до скорого! Субтитры подогнал «Симон»!